но я рандомно стараюсь людей удалять кто там давно не был вижу что аккаунтом три четыре дня не использовался может мало ли какой на всякий случай там повезет и удалил фейк человек там не обидится м всем пока всем спокойной ночи да народ потихоньку сдается ну конечно на официальном стриме да зато у нас топ-1 на гудгейме по для своих для своих пацанов да да я а кстати говоря там игра начинается но я вообще честно говоря так и думал что у нас такая трансляция получит получится для ребят которые хотят посмотреть именно нас да для друзей ну в первую очередь конечно основа кто-то не спит кто-то просто слушает трансляцию сейчас они смотрят ну пики баны и алхимик первый а чем же этот герой не угодил но это габлак габлак может первым героем забанить я не знаю кого угодно не но алхимик он популярный сейчас с ним можно на мой взгляд самая сильная трипла которые есть в доте это как раз таки трипла с алхимиком это из-за сильного стана или из-за чего из-за просто из-за всего алхимик плотный алхимик станет алхимик дамажит бьет руками еще и фармит как бы он фармливает тоже быстро может ну сложно очень с ним как бы беседовать когда шедоу демон кидает как бы свою инициирующую плюшку этот дизрапшин накидывает солкетчер сверху там какой нибудь для поддержания инициации солкетчер кроме кроме урона он что-то еще делает он просто солкетчер увеличивает процентном соотношении дэмэдж получаемой целью а понял все вот и в итоге там дальше продолжается инициация лишь раком тире линей тире тхд тире кого угодно можно при там сам понимаешь можно много чего придумать но лучший в этом плане что именно джакиров потому что он для триплы очень хорош из-за того что не много хитпоинтов и маны и станы и замедление и прокаст так сказать человек оркестр и то есть там уже алхимика но я не знаю может быть габлак просто в честь дня вдв забанил алхимика чтобы бутылки никому об голову не разбивал тоже ну и в то есть как бы в конечном счете после всего этого просто алхимик скидывает там на пяти десятых секунды станы это больно это жестко вивер смотри появляется да да это это я бы даже сказал что закономерность вивер очень хороший герой а почему его не было прошлой игре не знаю видимо не так был нужен для лайнов ну вот кстати говоря блин вивер зараза боюсь боюсь вивером он шустрый очень шустрый юрки да дэмэдж хорош наносит но на этот раз визаж у команды квантик о визаж у команды квантик люблю визажа сейчас покажем как надо визажом играть ну тут виспаза банили ну конечно кстати говоря во второй стадии драфта что не характерно то есть в прошлый раз его с банили с начала до прошлого раз его пикали а я вот даже тогда пикали одни пикали другие в первые на первой карте его банили но ты пропустил там батрайдер был понял да вот там забанили батрайдера забанили его на этот раз тоже батрайдер его в бане но они находятся их забанили в разные стадии драфта то есть это не так характерно для слушай китайцы боятся всяких антимагов всяких дистров оно ясно боятся я так и понял ну они же китайцы вот там задавали вопрос частик там что-то про китайскую доту да и я там что-то про старладдер говорил ну вот как раз есть немного свободного времени то есть китайцы отличается своей медленной игрой они любят больше фармить нежели чем драться как бы доту можно по-разному выигрывать можно браться наводить хаос на карте твой керри в этот момент фармит и в итоге закончить игру можно фастпуш можно как китайцы да то есть любят говорят что любят типа там набрать фармил и в итоге лейте выиграть вот как раз таки сейчас мы видим цикай и вивер да два хардкерри у квантиков у них саппорт и фурион такой тоже универсальный боец в каком-то смысле этого слова ибо и леса и соло и фармить и кастить и пушить и сплит пушить много функций вот так ну и вот собственно китайцы да они любят типа играть медленно поэтому и говорят то что китайцы любят там по лицам шариться и все такое ну вот я по я вот пока что я смотрю ту доту которую я сейчас вижу это не так сильно отражается на вообще экшене на карте потому что экшена на предыдущей карте было относительно много потому что порой даже не увидишь чего-то подобного в каких-то играх между европейскими командами здесь все так вполне было сносно и ганги и драки и очень круто и весело все это было смотреть но пик опять таки то есть был у ребят такой типа гирокоптер в лейте хорош хорош берем гирокоптера цк в лейте хорош хорош берем цк ну и там опять таки чтобы не отдать его под виспан ну еще и гирокоптера забанили ну конечно же ребятам из реттлснэйк ой 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 а мне кажется надо габлаку сейчас знаешь кого забрать товарища чена товарища чена и а вот в чем да типа котла отушивать хитрые блин ребята эти реттлснэйк на самом деле котл сам по себе герой хороший и прикольный потому что у него есть то есть в рамках текущих пиков имеется ввиду почему почему он был взят я думаю я думаю он взят для того чтобы обезопасить команду реттлснэйк от фаст пуша потому что чем помогает пушить фурион помогает пушить визаж помогает пушить а котл все это дело сдувает сдувает но это как бы не так просто сделать то есть казалось бы что может быть проще пошел задувку поставил убил но веселый кристаллист ошляпы я посмотрю как как профессионалы за него играет он такой многофункциональный интересный герой но он в данной ситуации возможно в мид пойдет скорее всего аникс друзья ну тут блин аникса то уже некуда поставить если только в мид микс шторма убивает миду ну как бы не то чтобы прям убивает но стоять очень комфортно да то есть карапасики то есть парень ставит клона карапасики включил и довольный пошел его есть карапасики то что карапасики это щетина такая шипы то есть возврат урона ты имеешь да то есть в чем соль не так любят когда пикают шторма ставить никса против него просто иногда берут никса против шторма потому что шторм это герой с довольно таки высоким приростом интеллекта и моноберн который бьет пропорционально интеллекту он очень больно сжигает то есть там на лейтах то есть каждые пять секунд там у него кд по моему 5 или 4 я уже не помню soul assumption по моему 4 секунды кд а у моноберна 5 можно просто 5 секунд 800 еще 5 секунд еще 800 и против шторма это очень классно потому что опять-таки шторм герой который наносит урон в зависимости от то есть он полезен нас он полезен настолько насколько много у него маны да если шторма нету маны то он не герой а квадратик который бегает и так типа ручками бьет моноберн работает так же как опять же варит он выжигает ману маны больше чем хп там резисты учитывается при дэмэджи или визит учитывается до должен то есть моноберн это магический урон значит он выжигает по идее там сколько-то маны и должен учитываться ну по крайней мере пока когда подводишь на набер там написано damage type magical значит должен учитываться там говорит что я удивлюсь появлению тинкера мне действительно интересно чем а это это визитная карточка команды квантик в каком-то смысле я вот только не помню кто фунзи кажется тинкер и в данный момент он будет тинкером мира в качестве хардлей язык заплетается в качестве фармилы то есть это хардкер тинкер в исполнении фунзи понятно посмотрим хорошо а как он 30 струм спирита если никса нет вот слушай хороший вопрос инвокером каким-нибудь или там что есть такое массовые минус маны типа массовая минус маны да даже честно говоря ну вот тогда хорошо его контрит но в макушне антимаг антимаг тоже наружно видишь антимаг в бане никс в бане вот это тоже убран и ancient operation последний пик реттл снэк это сильная трепла цк котл ancient operation потому что там пяточки морозим если человек уходит из ранжа рифтуем его обратно и он примерзает тоже такая довольно таки известная старенькая комбан вот и квапа а только кто же ей будет играть так silent это фурион факин мэтт это визаж габлак это чем фунзи этот тинкер и получается что сок склопа а кто на роли генкирию на роли геррию квантика будет играть тинкером слушая значит нашим но я знаю что у квантиков есть тинкер то есть типа вот хардкер и тинкер там отрок это же база тоже считается как типа тинкер тип умеет ну не типа умеет вот и как бы квантики тоже умеет ну вот сокс как бы память подсказывает что функции но получается что сокс значит я где-то немножко ошибся ошибся ну ничего ничего ну так что он сильная трепла или яб на месте ребят пошел бы воевать а кстати смотри да да не что придумает или аппарат чё происходит вообще куда шторм бежит что смог такой ранний так нет дефолт ну а не 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 нет стоп стоп это не тот смог который я имел ввиду это смог чтобы выйти на второй минуте через контроль руны на мид гангасе со станом ты имеешь ввиду или с каким-нибудь крипом понятно будет ли ему помогать визаж или нет я не знаю на данный момент на топ бежит вивер него тут пропулина все на лечение ему купили лечение видишь с агильной масочкой полегче было стоять и в миду блин ну в миду получается цк с аппаратом но вообще это кстати не удивительно то есть может кого-то это удивляет но чуть-чуть есть в чем соль правда суши нет все-таки удивительно как они пули собрались серьезно то есть radiant когда берут цк с кем-то в мид они отпуливают то есть бывает там битрайдер выжигает леса между легким легким спауном мы сложным и в итоге там отпуливается все это дело а легкий спаун и сложный ты где прости легкий спаун нейтральных крипов это рядом с я вот к сожалению не могу тебе нарисовать видишь где но от т-1 вышки чуть ниже и вправо такая вот точка слабенькие гриппы появляются вот эта легкая . то есть ее обычно там с виспом там если бы трайдер есть команде очень легко магнус тот же самый там с кивер делает и леса вырубает по моему подобное развлекается вар тут же поставили кстати под вивера вивер казалось бы ух ты блин а вот это вот неприятно у фокина мэда нет никакого армора ее раму бой бож как он больно бьет сушу но сейчас все еще убьет здесь кучи про ой ошибся 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 могут сейчас убить или нет не убьют нет все таки что вкачал грейс от блин качал бы сола сам шин сейчас бы как плюнул выстрел и ракеты добили бы ракет там ну да есть первое там не сильно больно айси чувствует когда кстати говоря странно что сок скачал ракеты на первом уровне немного не понимаю смысла этого то есть смотри бьет они сотку до дорога был топ способности нет рейндж только ради рейнджа брать то есть но это что-то типа как бы на кнопку нажал и выстрелил а лазер он как бы и дизарм и пьюр дамаг и больше плюсов чем минусов на мой взгляд то есть люблю я сомневаться во всяких таких штуках но практика показывает что не все так просто так что сокс ну он машинки будет качать естественно чтобы фармить вот функции стоит пока что на миду и о смотри-ка тут фурии не угрожает ничего думаешь заряжает хорошо куда сам скорее всего баночку надо под крипов наверно или убежит слушай бежит ведь час еще ведь зарядится а у него ой котл рейнджик 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 ну же сайланд подобрал живем 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 вот видишь что там не зарядился сейчас сразу после того как он срезал путь он же а там но это это знаешь айрат просто лакер level 90 потому что как бы реке в таком то есть он даже на базу не побежит чувствуешь я и вот это мы взяли он даже на базу не побежит здорово кстати говоря смогла средства блоков по центру так ну наверно нет или будет промазал не будет там слишком аутки по дачу соточка датам за и успел отправить мог бы кстати отправить мана была но напряг пацанов немного парень что добавить тут вот опять таки если взглянуть на котла он кстати еще монолик вкачал вместо чакры чтобы видимо подцепить фурича как-то видел что он там борзеет и ну фурич стоит один на один как бы ему комфортно вот выйти чем подраться я просто не знаю сайланд как фурион он хорош вообще или как бы топовые фурионы это admiral bulldog это фаник ну и плюс там всякие китайцы которых я не так хорошо могу рассуждать вот ну а сайланд за редко я вижу когда что фурионами раунд и все но вот сейчас по моему попал а вор так вот вот пожалуйста все минус вайл из предыдущего то есть обилка вот эта вторая она тоже разбивает соответственно конечно не знал этого ясно здорово подумал что он стану не нет ни у кого и он туда спокойно телепортно поэтому и уходим тут конечно я могу сказать то что лайн у него не самый сложный чтобы стоять и умирать здесь сайланд не должен по-хорошему мне так кажется он там бит он видел то что там крипов пуля ты думал он типа счастлива по пулю не тут то было такой функции не сошел а что же было это котл попытался сломать а там выстрел был простой не видел но есть ума что фунзи в инвизи он сейчас просто выйдет вот он будет гарпиа ой блин габлак привел гарпиа тут жуткий крип то есть он как бы чайникам нет причаяния когда у него как бы мы с вами маленький был баланс низкий им просто поставить с это карты будет подходить skype как это не хитрость у плюху да с вами о томатом по суточки вырывать односекундный старт ой лалка о по моему сейчас приедет там 2 но окс не верюлись нет он потратил ну домой конечно это домой нюк полетел и ой хорош прямо устал последний мод да плюшечкой плюшечка его личная работа если сейчас вот может показаться что я топлю на квантик да за квантик но это не потому что он если я поставил на эту команду да а то или что не надо бы не просто дота которую показывает габло ну по моему саунд опять приезжает хотя может и не приедет больно уж дота которую показывает команда габлака интересная а реттлснэйк мне кажется не так интересным ну просто как бы вот зрелище оригинальные пики или про ну да и плюс сам артур он такой своеобразный чувак очень интервьюшки вот он посмотреть то есть если он просто возьмет и домой уедет это будет провал на мой взгляд так что я считаю что ребятам из квантик надо тащить между прочим там стакуются эншенты вот сайлант молочуля отводят это для тинкера все делается он машинками все подфармит все у будет главным да вижу теперь вижу радует то что фунте стоит в центре стоит фунте в центре и я рынка побежал что я разбил она налево слева наверху не по моему кукупу разбил да да ну что он добьет кстати говоря к этому крипов только у копы не так много тут если бы сайлант не видел на боте я бы сказал что у квантик все отлично в данной ситуации что то сказать конкретное очень сложно я вижу что у ребят инициации из квантик не так много вот кем тут инициировать бой вообще непонятно тут с одной стороны есть цк сейчас сокса а у него лазера нету сокс приехал приехал ну вот что это такое вот что это такое как бы шестой уровень он появляется у вивера нажмем в стике у него таймлапсе почему он ни разу не вкачал лазер почему он вкачал три раза ракеты это если бы двое стояло на лайне было бы более понятно тем более он против керри стоит там же вроде основной дамаг выносится именно двойным выстрелом миссы могли помочь по крайней мере пару если бы у него был лазер я тебе скажу что он умер бы но вивера бы убили точно если бы вивер захотел да я буду драться до конца он бы умер в итоге но он бы убил тинкера ну по крайней мере убили бы вивера а так он еще и выжил но это не нормально как бы серьезно я не знаю может быть там какая-то минус мораль у квантиков сейчас они сейчас точно вот тут ракеты пошли в ноль и вот сокс что не подставляется не подставляется а если побаивается ну даже вот по ластхитам тут видно что немножко проседают ребята там сайлент чем занимается сайлент все стакает теншентов в миду стоит фунзи я просто сомневаюсь в том что цк будет так полезен да как вопа но опять таки лейт лейт еще раз лейт сейчас попытка убить айси но тут у нас цк в смоке и факин ой 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 шоу асапшин полетел одна секунда стана повезло факин мэду чен ультует продлевает немножечко жизнь факин мэду еще один нюк полетел и нет вот все все выживают ну неприятно и тем временем еще по моему не фуруч еле ушел кстати говоря сайлент схватился там за пузо на базе мало анимация плохо тошнит что-то съел сайлент а вивера ой вивера то убили с габлак ну габлак знает что делать блин вот молодец артур просто вытаскивает тут знаешь тут что сказать да квантики да что такое квантик квантик до прихода габлака и сайлента это было так себе пришел габлак и просто вывел команду на интернешнл по другому не скажешь вот кстати фунзи будут убивать но по моему фунзи сейчас умрет боже как боль опять вот не прет не прет цк на стан снова одна секунда но тут слишком больно ульт аппарата цк станет и ну и естественно копа очень быстро отъезжает на базу так еще сайлента пытаются убить притянули прям да и сайлент перед смертью может только ультануть он даже этого не сделал он продамажит который раз его уже четвертый получается минусует ммм третий раз минусует ну вообще если бы ему немножечко не проперло первые и четвертые разы когда пытались его убить то он бы умер уже пять раз ясно да разрыв уже довольно хороший семь два угу сейчас еще и сок спитает сок сделает тп аут где это где это где это ну а топе там пытался уйти тинкер ну ушел конечно же блин надо что то делать в команде есть чен в команде есть халявный хил в команде есть пуш собрал габлак пацанов из лесу и надо этим пушить но преимущество в золоте три тысячи преимущество в экспе тоже определенные есть у команды реттлснейк ну сейчас посмотрим чен если пропушит сейчас просто тревышки на халяву вытащит может быть если не пропушит то я слабо верю вот в то что есть у квантик сейчас хотя бы сайлент о принимать будет смотри товарищи слева на топе угу ну я думаю ребята отойдут они там не такие глупые тп есть естественно 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 хорошо тут массово формят котл реколит дальше фармить шторма шторм сейчас допилить себе оршин у него уже первый обливин став имеется на руках вот и что тут у нас таверок стоит семьсот тридцать хп семьсот тридцать восемь если быть точно фактически нет таймлапс таймлапс чувак это таймлапс и все его тоже видели я не пойму у кого то дима же было они там варт стоит все 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 сори не увидел да ульта ульта таймлапс называется ульта жестко больно неприятно так в меду какая-то драка фунзи красавчик фунзи это да это заслуживает аплодисментов сейчас то что сделала сейчас клопа очень может помочь квантикам победить здесь пошли с динайл еще в конце концов ну да да такс опять вивер 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 ну блин вот у квантиков как бы хардкерри тинкер а как это там многие в чате удивлялись как это хардкерри тинкер то есть он вроде не агильщик вроде у него там пассивных каких-то сверхспособностей нет так срокса сейчас кстати прицепили про птицу в тече нульту удаст ай отлично отлично работа и развороточка хорош ну хотя бы хотя бы этого спирита соло самшин прицепили да ну по моему фокину меду сейчас будет плохо не стал хаос гнаться у него маны кажется нет для ну в итоге тут как бы тоже видишь ааа мейнкерри там хардкерри у реттлснейк это шторм который фармил на легком лайне у него больше всех глипов но здесь и вивер может собраться и цк может собраться и будет борода ну а как бы хардкерри там не агильщик о.д. не агильщик но он рукой бьет дай боже ааа тинкер просто о.д. это кто? о.д. это дестор который вот то есть как бы роли хардкерри в качестве хардкерри может быть практически любой герой если ему дать фарм ну это у каждого героя специфическая как бы задача может быть то есть можно иногда и инвокера ставят фармить да но ну здесь тоже если там учитывая то что сайлент может купить себе всякие дейдласы и прочее и прочее и прочее хардкерри это роль как бы человека который фармит крипов на легкой линии ну или на сложной в трипле просто в трипле фармит аааа дэмэж дилер может быть не всегда мейнкерри возможно как мне кажется ну логично вообще то есть как бы вроде бы фурион поначалу фармить в лесах и что-то пытается сделать на харде стоит но в итоге может собраться очень жестко за счет того что он быстро фарм так по вышкам что у нас две потеряли квантики набрили они еще ни одной не успели убить фунзи выходит убивать возможно котлану страшно ему туда лететь отравала наконец-таки появились у тинкера сейчас сокс будет полезнее намного то есть если сокс сейчас будет напрягать то есть он может портиться на лайн скидывать там много машинок и тяжело будет фармить всяким вивером всяким хаоснайтом но он этого делать не будет по той простой причине что тупо убьют то есть ему надо даггер наверное какой-нибудь еще на фарм он сейчас отправляется убивать эншин ооо наконец-то целая армия она стакана здорово ну по-моему ребята что-то знают смотри пытаются атаку провести там гарги летали достаточно долгое время видели что крипов стакают века выходит нагло вера подстанет таймлапс ну кааа сеточку сеточку габлак же сеточка вот она вот она родимая и он ушел лол как так вышло тем более хлопул он сейчас мог кстати убить так тут ультанул у нас габлак кстати говоря убили опорейшена правда с другой стороны забрали визажа подходит нюками пытается забрить цк но цк очень толстый вивер сейчас всех поубивает ой боюсь ой боюсь сайланты и габлак еще и живой у нас как видишь остался цыган да ну шторматы наверно забреют аквапада не должна скрим хотя он там еще за это самое замешкал слузи собирается дальше драться тут сокс куда ты то собрался ну он же керри куда ж ты удаешься то вот я не видел у габлака возможно не было сетки сейчас я пытался выделить этого троля чтобы убедиться в этом отдаются смотри оп джимина нет шокучей ну куда ж ты посадил напомнил а сушу ты чего таймлаб ну ульта была все равно да 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 тут вивера тупо нечем выцепить смотри в команде ни одного стана кроме крипов чена это как бы за стан очень тяжело считать да медленно вивера как раз таки убивают станами а не а не такими вот вещами какие есть у квантик ну ладно там что то подрались поборолись что то разменялись смотри сейчас еще задули сок сразу в печали отходит парейшн наверное не знаю меку тут есть кому меку уже у котла кстати говоря имеется реген поломали лучше конечно шторму его отдали тем временем нет шторма не убить ну тут еще стану фамилия есть ну опять таки это надо чем то более уверенным слишком медленный стан получается если надо чем то есть инициировать драку с вивером и инициировать нечем тинкера будет хекс тогда побеседуем но при такой игре он может просто не собрать этот хекс в конечном счете вивер сейчас еще линку допилит блин я вот уже реально боюсь откроем нет ворс убедимся в том что человек люди которые фармили у реттлснэк на лайнах сейчас все три шторм вивера цк находится на первых местах в топ-3 сейчас пролетает интерфорейшн не попадает правда ни в кого они собираются залетать с разных сторон или нет ну я не знаю тут сейчас машинах будет немножко опасно а тут пгг смотри уже готов воровать аегис вот тут разворачивается драка и у сокса мало хп он уходит так ребята решили отступить пока нет сокса ультанул сайлент отогнали вивера что у цк у цк еще нет бкбшки то есть не такой страшный хотя как сказать полторы тысячи кп все таки есть подлоги подлоги дата у тебя как ну да есть такое местами местами да смотри дивардинг от обеих команд но вард команды квантик выжил за счет того что там очень быстро вырубает но смотри ультой как storm spirit ну да да вернулся от ракет дефолт дефолт и у него кстати вот орша доехал ой сейчас еще и руна появится интересно на боте или на топе если на топе то повезет квантикам руна в итоге да на топе немножко квантикам повезло в этом моменте квантики на горе сейчас поэтому тинкер может конечно поспамить ракетами отогнать соперника так он и поступает птичка 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 сотка золота вот так вот просто а новая есть нету рашан уже там отрегинился немножко да подцепили габлака подцепили вот еще operation сюда влетел нисколько как комбас цк а сколько как контр чену почему у него под ультой невозможно вылечиться ничем все болит ничего не помогает так что вот так вот там не под фонтаном не под ультами чена не под грейвами до зла и прочими плюшками которые там неуязвимости дают вообще никак так пресловутая перекачка марфа не работает которая даже в хроносфере работает и работает под ультом аппаратом ну вот сейчас так все плохо у квантиков ёп-моё как же у них все плохо урна у оперейшена появляется и и гуляет опасно да ему пофиг вообще его не выцепить ничем он может там делать вообще что хочет абсолютно что хочет абсолютно что хочет тем более что у него в скором времени появится блинкин сфера угу будет блок периодически вообще забудь просто про то чтобы убить вивера это невозможно в такой ситуации мне кажется мне кажется он и не умрет серьезно посмотрим он вообще умирал можно посмотреть да один раз умирал разок в начале там что-то было кажется угу угу происходило такое бывало вот рошан практически восстановил свои рп да и квапа там что делать квапа делать бкб наверное так ой ой что-то начинается кажется нет да квантикам тяжело начинать я говорю у них инициаций нет абсолютно я не представляю просто вот улетел сашка наверх наверх улетел а там кто против него цк нет наверно его не убьет он форстаф решил делать а он просто спамит и по направлениям решил там на мейн ульта да тинкер занятой просто классно там тревел я же забыл совсем что ульта обнуляет и предметы тоже класс это же здорово ну в этом ты прикол вот попытку убить смотри вот ну и что вот пять человек пришло на айса а что ему сделаешь хотя слушай почти ну а он ушел все скиллы скастили вообще все он ушел а чем фурион что-то портится куда-то ловить его забудь ты про него чувак все нету вивера тоже что ли форстаф какой-то собирается фурион делать ну вот ну накоц они то есть что они сделали они сильно накоцали айси но он мог бы просто портануться на базу отличиться и когл бы приколил и этим моментом пользуются квантики и пытаются убить рошана сейчас это хитро но сейчас пролетит ультапарата оооо как слушай а не не попал все таки там не более ой вивер это забрали сошка ух красавчик ну это должен быть минус рошан ну хоть что то ну должны же неужели там ну да байбека нету наверное у вивера ну до конца готовится стилить шторм на егис летает разводочка блин какая драка на рошане продолжительная угу и он кстати залетел в такое место очень интересное блин мне кажется надо сейчас драться вот попытаться убить да 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 ребят месси месси его месси месси ну блин полторы тысячи кп как же много а еще котл там откидывает отталкивает от них от него ну вот хотя бы котла сейчас надо шлёпнуть все хорошо тем временем тем временем что он влетает сайлента ульта чена а сайлент живой нет все таки не живой ну вот шторма может убьют ооо у него нет маны совсем он отсюда никак не уходит получается пам ракета ну и что неужели убьют рошана после этого да и все разбежались уже снэйкер ну да ну да но с этим рошаном еще не все так плохо просто я честно признаюсь вот где то 4 минуты назад уже похоронил похоронил да и аклантиков но тут такая вот ситуация и а зачем тинкеру то тараско а я в смысле твой аегис что я их путаю то а постоянно говорят что аегис нужно отдавать хардкери чтоб он фармил в итоге даже если он умрет то а он же хардкери ну просто еще дамаж дилер я смотрю на тревела его и думаю блин какой же он хардкери он хардкери оказывается да точно забыл ну и вообще в принципе как бы вот посмотреть уровни можно где ну вот уровень у него не такой маленький я считаю да у него 13 уровень как и у фунзи просто я считаю что аегис выгодно отдавать герою у которого ну либо он после респауна аегиса может много дамага нанести например шторм да то есть он тратит всю свою ману отдает аегис вот сейчас габлака кстати пытаются убить и убьют в итоге убьют да вот то есть например тот же самый шторм который появляется с аегиса тратит всю ману до аегиса потом после появляется и может и у него эскейп если что уйдет и надамажить и там подраться можно да либо героям у которых мне кажется высокий левел выгодно отдавать ну за счет того что как бы чем выше левел тем дороже байбек дольше распаешься ну и соответственно ну как бы определенная выгода в этом есть я считаю ну иногда как бы ну мне так кажется да но все-таки отдают в любом случае хардкерри да там если например на экс фармиты у него левел там в итоге на 3 ниже чем у мидера команды да и этот там мидер там не темпларк и не шторм какой-нибудь я не знаю квапе тоже бывает дают чаще чем хардкерри ну в основном вот всегда даже блин как как выразить то мысль со свою в 90 процентах наверное это либо мидер либо хардкерри понятно другого по моему не дано то есть это либо квапа шторм темпларка либо это всякие найксы ну и кто фармит там о смотри щас охота идет на да сайлент справа и линка уже срабатывает нормально ну чувствуется что сайлент слабенький фурион вот имхо я говорил то что сильные фурионы это фунзи 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 ульта чин он примерзнет да я его там вижу так смогли легко убить ну пока вот факин мэтт еще умрет ну смотри че твари вивер просто себе позволяет уже много подходит габлак с тремя кентами тут как бы шесть секунд стана но этим надо попасть ммм вот так вот вот так вот друзья айгису тингера но санат 0.6 ну пора репортить ха 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 так дальше цк на топе ну вот у него уже сам видишь бкбшечка родимая б вот сейчас по моему будет минус аегисов сайлент ульта все прилетает не но он выживет все таки не стали за ним нырять побоялись габлакам побоялись вот этой вот аравы крипов и похоже что да похоже что все не получится здесь подраться он делает некров я думал фрустав или некров он все таки да естественно легких ранен соберут еще вот это обидно конечно кентавров всех соберут бедолаг 1 да ладно что всех что ты посмотри всех кентавров забрали да сейчас еще покинем это может подставиться у него один фамилия ему наверно новых надо вызвать вот прям сейчас пацанов потроллил немного типа смотрите сейчас станет убивайте его а он новых вызвал ну тут они встают автоматически после того как наберут недостающие демэдж да получается ну они в любом случае встают там ну они встают спустя определенное какое-то количество времени но у них за это время все равно там демэдж набирается и хп восполняется вот смотри спирита нет ушел у него маны есть понятно да действительно ракеты летят ну ребят просто сплитуют посмотри вивер на боте там оп оп уже у вышечки 600 хп 500 хп 450 сбили линву таймлапс от вивера да правда зачем его вжал неужели ему было так больно вроде бы там не больно было ну ладно его сейчас пререколят хп-шек а это шторма пререколили ого он там влетел за сайлентом сайлент спрятался но ага ничего подобного неплохой ульт от фунзи неплохой ульт от чена в итоге убьют наверное все таки сайлента лоб от бкб и умирает да все надежды рушится у нас получается да нет вот честно говоря вот этот вот размен сейчас слушай может быть кабу как тут просто этот размен будет выгоден для ну как бы он выгоден для команды квантик потому что они отдают мертвого фуриона 11 уровня на цк 13 ну просто в любом случае вивер я не знаю что с ним делать угу да это проблема он там уже облюбовал это место справа и как только получается уда удается ему он подрезает крипов и дамажит башню так и есть приходи ты туда не приходи в каком количестве опять же тоже уже неважно линка блочит а ульта работает это его надо знаешь как-то очень так хитро загангать чтобы убить не она попадет попадет блин больно а кстати а сейчас ракета еще пацан пацан а промазали ракета промайки ультимейт опять же он скастовал ну просто например чтобы за и выйдить soul assumption надо чтобы когда в тебе soul assumption летает надо чтобы ты был в шаре в этом летел противном случае он засчитает а ракета можно просто скастить все так убили гемчик 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 не ломается не ломается гемчик все пакет подошел на него посмотреть и ну да то есть как бы его было не сломать а забрать не знаю а чего визаж не забыли я не понял я подумал что у него все слотов что нету но потом не были слоты это же визаж который за 30 минут 2 200 золота на фарм откуда у него 6 слотов там у него 3 слота свободных было ну да ну с телепортом он делал тем временем шторм убивает члена ну где то в своих лесах и все и грустнее и грустнее становится ситуация у ребят из квантик ракеты летят не попадает шокучий а вивер дизу собирает или что он зачем им метрил дизолятор да скорее всего сайлента тоже нашли смотри спрятался да 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 ну все уже ищут ищут убивают бедные фуры никуда не уехать везде найдут смотри сейчас как он с дизолятором все это расплетают качественно поговаривали то что слабое место команды квантик это 3 француза а сильное это габлака сайлент опа 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 близко таймлапс надо понимать что ребятки то на пинге там минимальным играют и когда тебе не надо следить за двумя сотнями лимита то ты смотришь задними там просто кнопку жмешь одной это не так сложно вот он айси продолжает то есть ты хочешь сказать что дота проще чем в старкэм ммм это разные игры это все равно что сравнивать кто важней гуманитарий или технарь то есть это не то немножко как можно сравнивать можно сравнивать паблик паблик в доте легче чем в паблик старкрафте но так дисциплина мне кажется сравнить нельзя вот доту и лол можно а доту и старкрафт нет тем временем посмотри он пытается принять таймлапса он выживает а ребята много у него скастили а то мы же все реально все тут его ждали с вардом тем временем сайлент снова фидит на топе ааа он там ну вообще по кд умирает у него 0.9 ну я его понимаю да это не самая плохая статистика да нет на самом деле самая плохая ну в этой игре да получается в паблике конечно встречаются люди поинтересней в таких моментах ну да тут я даже вот не знаю сказать то что тут насчет этой игры да то есть казалось бы в миду стоит квапау квапу сегодня так плохо кстати говоря сак чуть не попадал тычками в этого миллера вот квапу сегодня так плохо на топе стоит тинкер ну тинкер там тоже нафидорил ну как бы он один раз умер это уже не нормально ааа хардлейн потому и хардлейн что стоять там должно быть тяжело и неважно виверты или спектра должны тебя убивать там то есть ну как бы не должны убивать а надо ээээ делать так чтобы человеку было не нафармить если помнишь ты там спрашивал почему дарксир в леса идет линия пустая как раз таки потому что если б он туда вышел он просто получил по лицу сразу ааа здесь так не смогли сделать в итоге вивер экспы получил столько же сколько тинкер эээ золото я вообще молчу сейчас нетворс говорит за меня эээээ и получается что вот как бы с вивером ничего не сделали фунзи вроде бы в центре стоял экспу получал вроде что-то имеет но там же и цк стоял тоже фармил и оперейшн тоже что-то фармил ну а на боте сайлент фидел вот этот вот цветок два проигранных лайна и что-то среднее между ну типа ни тебе ни мне в центре а вивер же пикали вторым насколько я помню да там в самом начале вроде да там был пик цк пик вивером а на что вы рассчитывали как вивера планировали в принципе убивать это вот габлака в интервью надо спросить понятно вот такая вот ситуация а вивера есть же прямые контры типа там какого-нибудь саладара ну что там дает вижен постоянный трек баунти камп да нет это не в этом не в этом прикол его надо как бы то есть на линии его можно станами убивать вивер вот все так боятся вивера вот как бы вот если не могу говорить за цену в цене его часто берут но паблики все боятся вивера да что это за герой он он просто тратит шукучи да у него 6 секунд да сейчас кд на первом уровне у него 12 секунд развел его на шукучи то есть выходит саппорт начинает вот тыкать он с ним тыкается с этим саппортом тут смотри у нас окса вновь пытается убить минус окс влетает дальше в габлака габлак двоих прям все другая и фуру справа трюслевую шторм только аегис потерял единственная проблема хотя бараки то конечно живут фунзи с бкбшечкой в чем фунзи а не фанзи не знаю мне нравится фунзи я всегда фунзи может быть и фанзи ну вот в итоге что-то там аегис брили вроде что-то бараки жили но уже не живут да ггбп пишет габлак вот так вот заканчивается волк да стоял ты можешь напомнить пожалуйста против вивера стоял визаж и тинкер визаж и тинкер и не закидали да они его не аааа сложно ну просто когда есть полноценная ну там как бы чен еще мог бы выходить но когда есть полноценная трепла что делает например выходят просто два чувака там драться с вивером да там несколько тычек ему дают вивер там потыкался потыкался ага типа все шукучий типа вжал отбежал за крипов и подходит обратно крипам да в этот момент просто нападают люди и когда нету шукучи убивают вивера потому что план отличный у них вар там стоял в самом начале да да они вроде планировали так а что пошло не так то почему нужна нужна какая-то инициация инициация 0 у квантик абсолютно нету никакой никем никто не может выцепить у реттлснейк у них инициация это шторм у них инициация в какой-то степени цк который может рифтануть скинуть стан но шторм в данном случае идеальная инициация потому что быстрее быстрее жестче с оршидом согласен ну с оршидом это последние 7 минуты мне кажется все таки что проблема квантик в том что не убили вивера если бы вивер был убит то что фидел там сайлант то что дабла в миду стояла это было бы по крайней мере не так страшно в такой ситуации без шансов просто без шансов говорят кто-то выиграл рарки на этом матче я не знаю о чем поздравляю этих людей это говорю ставочки ставочки есть типа там коэффициент был очень хороший на квантик то есть как бы на них больше людей ставил соответственно люди ставящие на реттл снэйк там ставим меньше получает больше да логично вот и поэтому можно поднимать рарочки сейчас идти отмечать тем временем 4 часа утра вот такая вот штука спать совсем не хочется может пабы погоняем вот и интересные идеи слушаем не если серьезно я сегодня проснулся часа в пол третьего где-то и рассчитывал до шти до семи до сидима я тоже как бы думал ростом топ 17 ну можно конечно почему бы и нет а завтра во сколько начнется все слушай надо посмотреть что говорит join dota join dota говорит то что завтра все начинается короче следующая игра через 15 часов 45 минут ну нормально и выспаться успеем это в 20 00 по московскому времени вообще